Повстанцы согласились сложить оружие, если власти выполнят их требования. Вот некоторые из них. Невмешательство в дела верующих, прекращение насильственной коллективизации, прекращение искусственного обострения в ауле классовой борьбы. Все внутриаульные дела должны решаться не уполномоченными, а общим собранием. Представители советской власти подписали мирный договор и гарантировали, что участников восстания не будут преследовать. 3 мая повстанцы сложили оружие. 12 мая их начали арестовывать. Руководитель республики Филипп Голощокин не собирался соблюдать договоренности. Некоторым повстанцам удалось скрыться в степи и продолжать борьбу. Было еще несколько вооруженных выступлений, которые историки относят к восстанию сарбазов. Боевые действия продолжались до глубокой осени. Поддержите нас. Ссылки в описании канала.